Здравствуй, мир! Мы — Анонимы. Не секрет, что определение свободы в Америке в последние десятилетия сильно изменилось. В это время 11 сентября было главным поворотным моментом, приводя в движение множество изменений в американском менталитете и в правовой структуре, которая регулирует контракт между государством и народом. Наши естественные права подвергались нападению на протяжении поколений. Прибавьте к этому подавление американских граждан, и мы, люди, просто больше не знаем или не понимаем наши права. Как следствие этого явления, мы больше не протестуем или даже не замечаем, когда происходят более вопиющие нарушения. Куда пропала вся свобода? Соединенные Штаты являются одной из двух стран в мире, которые обирают граждан-нерезидентов за доходы, полученные в других странах. Если вы живете в другой стране, как это делают миллионы граждан США, вам придется платить налоги на прибыль двум нациям или подвергаться судебным преследованиям со стороны налогового управления США. Это означает, что если вы родились в США, но прожили всю свою жизнь в другом месте, вы все равно должны дяде Сэму тянуть всю тяжесть налогов на прибыль всю вашу жизнь. Это правило настолько безумное, что это делает только две нации из 196 национальных государств в мире. Другая – африканская нация Эритрей. Федеральная резервная система не является федеральной, и это не резерв. Закон Федеральной резервной системы 1913 года дал полномочия частной организации печатать валюту. В результате постоянно растет инфляция и постоянно растущий долг, который математически невозможно купить. Группа тайных акционеров в Федеральном резерве получает прибыль за каждый доллар, который печатается и используется кем-либо. Это самая сложная форма финансового рабства, когда-либо созданная, и многие будущие поколения людей уже обязаны этой кабале. На самом деле нет закона, требующего от граждан США подавать декларации по налогу на прибыль, а сам подоходный налог является неконституционным. Эта сложная и спорная проблема подробно описана в документальном фильме «Америка от свободы до фашизма» покойного Аарона Русса. Налоговое управление США следует за американцами по всему миру и преследует иностранные банки, чтобы контролировать финансы граждан США. В соответствии с законом о соблюдении налога на иностранные счета в 2010 году, американцам чрезвычайно сложно функционировать в других странах. Первоначально в рамках патриотического акта этот вид глобального финансового надзора контролирует банковские счета и депозиты по всему миру. Результатом этого стало то, что многие международные банки больше не будут вести дела с гражданами США, что крайне затрудняет жизнь за границей. Американские церкви обязаны регистрироваться в федеральном правительстве, и им не разрешается заниматься политической деятельностью. Исторически церкви были центрами общественных и социальных изменений, поскольку пасторы и лидеры говорили со своими конгрегациями по вопросам социальной несправедливости и правительственной тирании. Американская революция не состоялась бы, если бы не церкви, но в 1954 году федеральное правительство приняло закон о благотворительности, требуя от церквей функционировать в качестве некоммерческих организаций, которые подвергаются жестким ограничениям свободы слова. Церкви сегодня – это центры прибыли для социального самоуспокоения, а не для социальных перемен. Разрешение на свободу слова и зоны свободной речи строго ограничивают наши права на первую поправку. Эта политика началась в 1988 году, во время Демократического национального конгресса, в качестве обозначенных зон протеста, но стала популярной во времена администрации Буша, укрепленная в годы правления Обамы. Эта политика строгого ограничения свободы слова и собраний была распространена на кампусы колледжей по всей стране. Мы не увидим в антивоенных протестах, как то, что мы видели во времена войны во Вьетнаме, потому что это поведение сейчас незаконно. Примерно две трети американцев живут в свободной зоне официальной конституции, где таможня США и пограничная охрана получили юрисдикцию в отношении права на поездки американцев. В пределах 100 миль от границы США любой человек может подвергаться политике пограничного патруля, которому разрешено пресекать, искать и захватывать людей и имущество без надлежащей процедуры, требуемой для других областей правоохранительной деятельности. Прибавьте к этому рост контрольно-пропускных пунктов и других полицейских мер, и вы поймете, что мы потеряли право свободно путешествовать. Многие обычные исторически общие права, поведение, практика и профессии теперь стали привилегиями, регулируемыми и облагаемыми налогом государства. Строительство дома, рыбалка, охота, продажа лимонада, скашивание лужайки, вождение автомобиля, вступление в брак, начало бизнеса, стрижка волос и т.д. Все виды деятельности теперь требуют разрешения от правительства, и для всех этих действий вам придется заплатить за эту привилегию. Несоблюдение этого требования может привести к насильственному аресту, тяжелым штрафам и тюремному заключению. Полиция в США стала некоммерческой отраслью правительства, а жестокости насилия со стороны полиции достигают уровня эпидемии. В последние годы правоохранительные органы вокруг США изъяли миллиарды долларов у законопослушных граждан. Работа по обеспечению соблюдения правил дорожного движения и местное правоприменение годов работают для получения доходов для местных органов власти, а не для общественной безопасности. И насилие полиции против американцев осуществляется повсюду. В Америке самый высокий процент заключенных людей, которых когда-либо видел мир. Тюрьма в США стала крупным бизнесом, и благодаря войне с наркотиками правительство сочло приемлемым заключить тюрьму миллионы американцев, разбив семьи, уничтожив жизни и потратив деньги налогоплательщиков. Хотя в Америке всего 4,4% населения мира, в нем проживают около 22% заключенных мира. В то время как Америка действительно наполнила невероятными, гениальными и продуктивными людьми, мы живем в то время, когда правительство расширило свою деятельность в нашей жизни все более серьезными способами. Чтобы решить проблему, мы должны увидеть проблему. И когда мы посмотрим по сторонам, мы легко поймем, что наша свобода украдена у нас. Мы, амонимы. Первый шаг в решении каких-то проблемах, это понимать, что есть один. Америка не больше не самый лучший страну в мире. Продолжение следует... Продолжение следует...